здравствуйте программа открытый диалог с вами николай пивненко и мы продолжаем с вами ну можно так сказать следить за работой либеретской областной больницы приглашаем сюда самых разных специалистов самых разных направлений потому что к сожалению люди болеют но к счастью людей лечат и у нас сегодня в гостях владимир вячеславович тимоховский заведующий первым хирургическим отделением либеретской областной больницы здравствуй владимир вячеславович добрый день вот вот такой хирург с улыбающимся лицом обычно мы должны представлять себе хирурга такого с лицом знаете кстати сразу первый вопрос вы когда становились шли медицинский какой-то институт же наверное да как у вас было расскажите вы хотели быть хирургом или сразу это произошло хирургами рождаются или становятся ну наверно у каждого своя история да кто-то рождается особенно будучи каких-то медицинских семьях и меня предков хирургических династии такие династии то что мы называем нет я не был представителем династии поступив в мединститут у меня не было на первых этапах определенной какой-то приоритете специальности но надо сказать что достаточно быстро на в течение первого года я уже с ней определился хотя еще это были общие сказал образовательные предметы но чем к второму курсу я уже знал что буду хирургом и и все никаких вариантов уже у меня не было а что какое главное должна быть целью хирурга потому что я поясню люди как мне кажется может быть я не прав они делятся вот на две части на на те кто могут быть на хирургом те кто не могут ведь это же все-таки безумная ответственность другой да там стоматология в конце концов ну могут быть проблемы но а хирург это же каждый день мы же еще представляем вас со скальпелем постоянно но на самом деле скальпель это инструмент больше образный да на самом деле хирург сейчас очень мало работают непосредственно со скальпелем и имеется масса инструмента мы обрежащих поговорим далее да но что касается и этой истории ну характер наверное человека здесь может быть где-то характер может быть какое-то желание работать более получить визуальное какое-то удовольствие от работы потому что сравнивая работы наших практических врачей терапевтов кардиологов они нисколько не меньше несут ответственность у них нисколько не меньше тяжелых ситуаций просто чисто визуально хирург выполнив операцию он тут же получил результат он ее сделал до пациент еще на пути к выздоровлению на пути к улучшению состояния но визуальность у тебя сделано операции уже получил удовольствие вот вот это наверно самый такой главный момент спасибо за такую искренность потому что наверное самое главное чтобы любой человек любой профессии получал удовольствие даже если ему приходится в общем-то иногда бороться за жизнь и смерть мы от лиризма сейчас идем уже к практической нашей сегодняшней ситуации как живет первое хирургическое отделение сегодня люберецкой областной больницы как у вас дела наше отделение ну надо сказать для начала что я в нем уже 10 лет в качестве руководителя она работает работает в направлении малоинвазивных мало травматичных методов лечения мы имеем достаточно хороший опыт работы в этом направлении есть такой подход у людей что вот если ты идешь к хирургу это как-то уже даже не со скальпелем бог с ним но все равно с чем-то вот ты расстанешься то есть как-то что-то уже надо из организма убирать на сегодняшний день и вот ваши коллеги приходили и по профессии медицинские близкие поэтому правильно я понимаю что действительно у хирурга задача сегодня максимально меньше сейчас навредить до организм верно сейчас достаточно сильно изменились подходы на также как во всем мире в нашем отделе не удается поддерживаться скажем так уровне передовых технологий мы выполняем малоинвазивные операции то есть что это значит кроме того что для людей основное представление то что маленький разрез маленький разрез этому же сопровождает и малая травматизация самих органов да это может быть либо не удаление органа вообще да то что раньше сопровождалось обязательным удалением либо выполнением массивных операций хирургических на открытой брюшной полости с достаточно значительной наружной раной которая несет достаточно длительные страдания пациенту и достаточно длительный процесс реабилитации и в дальнейшем увеличивается вероятность возникновения каких-то уже послеоперационных проблем как-то боли какие-то развития и возникновения грыж и так далее малоинвазивная хирургена нам позволяет уменьшить все эти риски увеличить скорость реабилитации пациентов максимально а за счет чего это происходит вот я же так понимаю я не врач но наверное в теле любого человека вот есть эти места где еще же надо правильно сделать этот условный надрез да потому что там же эти кровопотери все и так далее почему раньше так не делалось что позволяет сегодня такими методами работать но основное условие конечно оснащение вот оснащение это основное условие выполнения высокотехнологичных малоинвазивных операций потому что без него мы остаемся такими же как мы были наши учителя и учителя наших учителей просто человек с руками до умелыми или неумелыми очень хорошо оперирующими или не очень но ничего не меняется мы работаем теми же инструментами общихирургическими которые изобрели наши предки сотни лет назад но последние 30 лет до бурное развитие хирургии в плане малоинвазивных технологий это и лапароскопическая хирургия это различные методы эндоваскулярного лечения вот давайте же внутри сосудистого дай бог чтобы мы не сталкивались с этими правильно понимаю что один из типов такого лечения это какой-то туда вносится в эту рану как называется какой-то там маленькое устройство которое где-то там чего-то ходят по организму как но это эндоваскулярная хирургия да она не за несколько зон не наш профиль да мы занимаемся все-таки хирургией абдоминальной и общей для это есть отделение эндоваскулярной хирургии который кстати присутствует в нашем стационаре да это упрощенно вводится специальный зонт внутри сосуда вводится и внутри сосуда под контролем электронно-оптических систем различных проводятся до необходимой точки и где выполняется необходимая манипуляция но главное эту . вот контролем зрения да естественно но так как имеется возможности технические то в общем-то диагностики и интра операционной до операционной то как правило это удается хорошо а как вот сегодня раньше было ощущение что операция это ну во-первых человек этому готовится понятно что они все разные бывают но как быстро сегодня сократилось время операции или есть операции длительные как идет вот этот операционный процесс малоинвазивной операции они не всегда малоинвазивны в по времени по времени они не всегда малоинвазивны но современные методы анестезиологии реанимации позволяют в общем нивелировать те проблемы которые ранее возникали при длительных наркозах то есть есть бытует мнение что длительные наркозы это вредно на самом деле все давно уже изменилось современные методы наркоза современная аппаратура позволяет проводить наркозы любой длительности и длительность наркоза в дальнейшем никак не отражается на функциональном состоянии человека поэтому выполняя малоинвазивные операции нас то они зачастую на столь щепетильны что даже могут и превышать время открытой операции на который осуществляется через широкий разрез но тем не менее несмотря на увеличение длительности операции период реабилитации человека вырастает несколько раз примеру если мы оперируем большую вентральную грыжу открытым способом до широким разрезом то человек лежит на 7-10 дней после операции если мы оперируем ее лапароскопическим методом и операция происходит успешно без всяких осложнений то на вторые-третьи сутки мы можем уже выписать домой в состоянии гораздо более удовлетворительным чем он бы даже на десятый день ушел со снятыми швами от нас при широкой операции понятно и сегодня решение принимается всегда в пользу вот этой ну назовем ее точечной до хирургии и все-таки проводится и повышение принимается сугубо индивидуально все равно и все-таки мы лечим продолжаем лечить пациента они заболевания это основной подход он подход везде и это наиболее правильный мы лечим больного если ему показана операция открытая и она принесет больше шансов и она улучшит качество и результаты операции естественно делается открыто но как я уже сказал очень большое количество вмешательств сейчас мы можем делать лапароскопически то что мы не могли делать ранее хорошо а кто эти замечательные врачи люди которые работают тем более вы 10 лет руководите наверняка кто-то приходит кто-то остается кто-то уходит кадры который как известно решает все тем более вот в этом довольно сложном процессе тем более я так понимаю во второй части поговорим какие-то новые разработки и так далее где вы находите ваших коллег и кто сегодня ваш коллектив основные кадры у нас это скажем так железный кулак это спаянная команда коллектив команда которая уже существует много лет она существует без изменений какие-то у нас естественно как и везде происходят какие-то изменения кто-то приходит кто-то уходит да как правило это молодые ребята которым только вступают на путь хирургии они начинают осваивать ищут свою дорогу и они где-то получатся у нас уходит в другие места точно также из других мест приходят к нам вот но основная масса нашего коллектива это уже очень много лет работающие доктора именно в нашем подразделении на у нас есть очень опытные доктора которые имеют по 35 лет стажа и более и также есть и доктора с достаточно небольшим стажем там 5-7 лет и меньше но получивший уже хороший опыт той же самой малоинвазивной хирургии также коллеги наши обучают их все старшие мяча принимают участие как бы в обучении вот кроме того конечно же все стараемся обучаться потому что без постоянного обучения у нас не будет никакого развития давно мы вот во второй части поговорим еще завершая первую часть сколько в среднем сегодня но на я понимаю что разные хирургии разные так сказать процесс насколько в среднем от операции делается на одного врача приходится одна операция в день количество операций да но опять же зависит дату очень от ногу но поскольку вы делаете операции ну я несколько не лучший вариант в выборке да потому что руководить я как бы руководитель отделения который вот постоянно занимается играть сколько но в неделю я думаю не менее пяти операций человек выполняет 5 операция то есть не менее одной операции в день как правило это если говорить о плановых вмешательствах экстренное вмешательство они конечно увеличивают оперативную активность это просто я почему задает вопрос чтобы наши эти зрители понимали насколько это ответственная сложная и такая важная работа сейчас делал небольшую паузу после чего продолжим разговор с владимиром вячеславовичем тимоховским напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко у нас гостях владимир вячеславович тимоховский заведующий первым хирургическим отделением люберецкой областной больницы вот поговорили мы о коллективе поговорили о тех новых методах и немножко вы говорили об оборудовании и об обучении сегодня я так понимаю что медицина она всегда так сказать пытается использовать все возможные наработки вот как руководитель до подразделения вы сказали что идет обучение то есть вы постоянно следите за какими-то новыми предложениями открытиями обязательно как вы их вот вы что-то увидели что-то вас заинтересовало как его можно попробовать в практике ну начнем с того что обучение каким образом она в нашей области происходит обучение до основной путь это человек интересуется человек интересуется он заинтересовался каким-то направлением он посещает различные семинары конгрессы конференции их огромное количество несмотря на за уже зеленые мероприятия инфекционные да они были онлайн проводились заинтересовавшись человек начинает проникать в эту сферу есть возможности познакомиться с коллегами очень широко это сейчас распространяется приглашают к себе приезжают сами а можно посматриваю непосредственно прямо в операционной до показывают какие-то нюансы хирургические так далее но и большое значение конечно имеет также проведение различных вот симпозиумов семинаров мастер-классов ну и кроме всего прочего наше отделение является сотрудничает с университетом пироговским конкретно с кафедрой клинической экспериментальной хирургии который проводит матвеев николай львович это один из ведущих эндоскопических хирургов как страны так и мира и с его помощью как бы мы в том числе осваиваем какие-то хирургические вмешательства которые ранее не выполнялись в привале грецком районе проводим обучение молодого нашего персонала обучаемых особенностям работы на эндоскопическом оборудовании манипуляционным навыкам которые в хирургии очень важны потому что все равно это остается работа руками на первом месте в операционной то что до операционной мы лечим больного в операционной мы уже делаем операцию поэтому подходя к операции мы должны знать что и как мы будем делать отделы операцию мы должны тоже уметь сделать но вот еще такой момент интересный я думаю что наверно ну кто-то из наших телезрителей я тут тоже уже побывал таскать в операционных и особенно когда бывают такие операции что ты как бы что называется при памяти и вот ты видишь насколько должна еще быть психологическая на мой взгляд подготовка до когда доктор врач тобой разговаривает что-то говорит а уже процесс идет то есть там пошутит не потула человеческий подход насколько важна психологическая составляющая именно у хирургического специалиста на листа хирург ну наверно здесь должна быть повышенная я бы сказал ответственность потому что человек отдает себя полностью в руки до до планируя общий наркоз всякий человек осознает что он не имеет никакого уже пути влияния и оказания каких-то своих ощущений показаний желаний в дальнейшем то есть должно быть абсолютное доверие между врачом и пациентом это опять же повторюсь не обязательно в хирургии но в хирургии это наверное просто усиленно но усиленно в связи опять же с угрожающим влиянием скальпеля да 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 даже мне кажется что это совершенно невозможно из нашей жизни убрать возвращаемся к пациентам и к тем болезням которые с которыми сегодня сталкиваются прежде всего ну на на таком уже бытовом уровне чем сегодня вы сталкиваетесь больше всего с какими хирургическими изменениями в организмах людей ну начнем с того что любая хирургия занимается плановой работой до которая осуществляется с больными которые приходят состоянии относительного благополучия для коррекции каких-то проблем либо хронических до либо врожденных и экстренная патология когда человека уже привозят в жизне угрожающем состоянии что касается экстренных заболеваний ничего не меняется наверно столетиями это основная нозология то острый аппендицит второй час проходил по активности до является это желчнокаменная болезнь с различными формами обострений с различными проявлениями но и уже гораздо более такие сложные оба сказал на заболевания хотя простых заболеваний нет и каждая зрели аппендицит тоже весьма сложное заболевание может оказаться но тем не менее кишечные непроходимости заболевания поджелудочной железы тот тоже чем занимается экстренный хирург опять же возвращаясь к в нашим возможностям я могу подчеркнуть что нам удается удалось в течение многих лет поддержать высокий достаточно уровень малоинвазивного лечения и в частности вот такая цифра более 90 процентов более девяносто пяти аппендиктомий нашем отделении выполняется путем лапароскопических операций то что развали за через проколы да то есть через три-четыре дня наверное масса любилецких пациентов могут подтвердить мои слова мы их отпускаем домой с рекомендацией наблюдением уже в поликлинике у хирурга по месту жительства я вот это была первая встреча с хирургами но у меня было все под по старинке вот но кстати должен сказать возвращаясь к команде что я вот до сих пор благодарен был совершенно молодой доктор вот только пришедший и благодаря ему у меня очень хорошее отношение именно к молодым специалистам потому что он прямо я помню маленький был четвертый класс и после аппендицит какой-то там жуткий был поэтому наверное у каждого есть что вспомнить и вот здесь возникает такой вопрос ну аппендицит это такая наверное штука она может появиться внезапно но опять же можем спровоцировать какой-то едой а есть вещи которые мы можем профилактировать все врачи говорят о профилактике что можно профилактировать в хирургической деятельности как мы должны себя вести так чтобы не досаждать вас своим посещением что касается профилактики в хирургии да но наверное самое простое что мы можем все делать это активный здоровый образ жизни это кроме увеличения как бы общего самочу общего здоровья до позволяет нам случае развития каких-то проблем прийти на операцию и выйти из нее в благополучном состоянии потому что каких-то мер профилактики к сожалению тех же аппендицитов грыж либо желчной каменной болезни их нет в природе потому что заболевание эти носят волна бра другие причины другие причины не относятся к каким-то факторам который мы приобретаем употребляя вредную пищу либо выполняя физические нагрузки зачастую это либо наследственный фактор там нарушение соединитель к соединительной ткани как при заболеваниях грыжевых когда формируется грыжа различных локализаций так и что же касается общих рекомендаций да конечно очень часто это все перекликается с заболеваниями те которых люди боятся все очень сильно это онкологические заболевания поэтому здесь также как и в хирургии любой основной посыл в том что диспансеризация она конечно наиболее важна для раннего выявления до раннее выявление заболевания позволяет как бы вылечить его и на хирургическом этапе достаточно активно и с хорошим результатом так и на тех которые могут потребовать в дальнейшем поэтому прямых конечно хирургических методов диспансер профилактики нет тех же аппендицитов или желчнокаменной болезни но общее общее указание это просто раннее обращение не затягивания с обращением и раннее лечение на ранних стадиях развития болезни еще такой вопрос люди которые но сталкиваются со словом операция у них сразу в глазах деньги да на сегодняшний день существует у нас полис да как вот происходит если человек приходит на прием житель городского круга люберцы ему нужно сделать операцию как происходит вот этот процесс самой операции и сама операция вот оформление понятно пациент обследовавшись в поликлинике либо выявив какое-то заболевание получает направление приходит ему назначается дата госпитализации она может быть там более отсрочной или менее отсрочной в зависимости от срочности ситуации но тем не менее это сейчас происходит течение если касается хирургического лечения в течение трех пяти дней мы назначаем операцию до вот момента первичного обращения я говорю об обращении в стационар то не в поликлинику пациент приходится своими документами оформляется оперируется в общем то здесь никаких нет нюансов никаких подводных течений наличие действующего полиса является входным пропуском для лечения планового заболевания экстренное заболевание лечится в любом случае и вопросы с полисами либо с какими-то же документами решается скажем так иногда даже в ущерб больнице потому что не все жители это могут быть иногородни иностранцы и так далее и могут иметь документы но тем не менее помощь сказывается в полном объеме желанная спасти человека потом именно так вот сейчас ваши коллеги приходили вот я недавно читал статью вот эта проблема инсультов существует так когда там ну может еще какие-то заболевания когда есть первое время сроки до сроки это тоже работает то есть к тромб можно как-то удалить или там на обязательно классическим примером является ущемленная грыжа так именно поэтому все грыжи рекомендуется оперировать по мере их выявления на противопоказанием к лечению например грыжевой болезни является только абсолютная до перенесены там инфаркт инсульт и так далее для человека нельзя оперировать в данный момент почему это выполняется в этот но в качестве примера до рассмотрим любая грыжа мы имеет риск ущемления при ущемлении может произойти некроз органа который попал в грыжевой мешок и ущемился да то есть нарушается кровообращение происходит некроз органа или его части в результате операция может закончиться не просто пластикой грыжи она может быть потребовать удаление части органа что значительно усугубляет до ситуацию усложняет послеоперационное течение так далее поэтому вот такая такое заболевание как грыжа требует неотложного лечения человек поступивший с ущемленной грыжи оперируется в течение часа от момента поступления то есть максимально уменьшается срок в которых течение которого может произойти ущем некроз органа именно поэтому и война или на важно вот в этом смысле время очень важно но и все остальные заболевания все это аппендициты острых хирургические заболевания другого происхождения язвенные болезни естественно усугубляется явление перитонита и все это ухудшает течение в дальнейшем поэтому раннее обращение при остром хирургическом заболевания также важно как и понятно ну и финале не могу не задать такой вопрос смотрите ли вы или может быть ваши знакомые всевозможные фильмы и наши не наши посвященные коллегам если хоть какая-то доля правда в этом и скажите если у вас фирменный наряд свой своя шапочка свой я не знаю халат тапки это играет какую-то роль начнем сначала по поводу фильмов нет я не смотрю фильмы потому что тому человеку который рядом со мной смотрит фильм будет очень тяжело слушать мои комментарии по каждому движению а комментарии будут на каждое движение к сожалению это наверное любой все на профессионал да будет комментировать действия коллеги по телевизору поэтому я не смотрю категорически никаких фильмов такого рода не то что их не хочу смотреть ну как так сложилось никогда не стараю а шапочка вот по поводу шапочек но но есть же такое есть какие у меня не рискованных суеверий а нет никаких талисманов любая неудачная операция скажем так она приводит просто к тяжелому моральному состоянии неудачно может быть она и удачно выполнена но в запоздалые сроки там по разным причинам до либо еще какие-то нюансы и шапочки там тапочки к этому отношению никакого не имеют поэтому у всех разное мнение кто-то скажет что надевает там такую то это нет у меня этого нет я не знаю к счастью лет к сожалению но тем не менее айте сделал суеверий в меня нет понятно спасибо огромное владимир сачьи тимаховский заведующий первым хирургическим делением любилецкой областной больницы все кто действительно что-то важное для себя услышали то я думаю что у вас будет приятная возможность когда-то встретиться надеюсь но профилактических целях или в приятных когда вы узнаете что не все так плохо максимум по телевизор максимум по телевизору спасибо большое это была программа открытый диалог желаем вам как всегда здоровья всего доброго до свидания а